Просветительская акция «Большой этнографический диктант» впервые прошла в прошлом году, и её география ограничивалась исключительно Россией. Теперь к ней присоединилась и ближняя, и дальняя зарубежья. Организовано более двух с половиной тысяч площадок, на которых и проводился диктант. Из них в Московской области 40, одна из них в Ленинском районе. Здравствуйте. Присаживайтесь на случай. Вот здесь вот записывайте свои данные для того, чтобы по окончанию диктанта получить сертификат об участии. Для того, чтобы принять участие в диктанте, не нужно никаких документов, только контактные данные. На площадке в Видновском художественно-техническом лицее зарегистрировалось более 50 человек. После того, как все участники заняли свои места, организаторы огласили правила диктанта. Вы должны заполнять бланк теста лично. Запрещается выполнять задание коллективно, если у кого посторонней помощью. Также нельзя использовать какие-либо технические средства. Строго говоря, это не диктант в привычном значении этого слова, а скорее тест. В нем 30 вопросов, касающихся истории, культуры, традиций и обычаев народов России. В прошлом году большой этнографический диктант написали 90 тысяч человек. Самым молодым участником оказалась 12-летняя девочка из Ульяновска. Самым старшим 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 100 возможных. В этом году общая сумма баллов, которые можно набрать за правильное выполнение всех заданий, 30. По одному баллу за каждый правильный ответ. На написание большого этнографического диктанта отводится 45 минут. Времени хватило. Ну как, думаю, вот такая отвечала. Обычные вопросы. 50 на 50. Что, так сложные были? Ну, некоторые вещи я просто не знаю и никогда не интересовался. Честно говоря, довольно сложновато, потому что такие вопросы связаны с национальностями народов разных. Ну, это явно не школьная программа, конечно. Ну, что-то я знала, конечно, но что-то в чем-то неуверенно. Посмотрю, что правильно, что нет. Вопросы действительно составлены таким образом, что угадать правильный ответ довольно сложно. Здесь нужно точное знание того или иного факта. При этом многие участники заканчивали испытания задолго до контрольного времени. Принять участие в большом этнографическом диктанте мог любой желающий. И для этого не обязательно приезжать на площадку. Достаточно иметь, например, смартфон. Зайти с него на сайт акции или на сайт партнеров. И ответить там на вопросы онлайн. Например, в прошлом году так поступило 50 тысяч человек. Одно из главных задач данного мероприятия организаторы видят в том, чтобы у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Если участники, побывав здесь, после вернутся к этим ответам на вопросы, перевернут страницы истории, попытаются проверить себя и найти правильный ответ, и углубиться, так сказать, в историю нашей страны, то даже если это произойдет, то это мероприятие достигнет своих целей. Полученный результат каждый участник сможет узнать на сайте акции благодаря индивидуальному номеру. Итоги диктанта подведут ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.